В городе Жицея Туркестанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды. В полицию обратили 74 жителя региона. Не исключено, что количество жертв мошенничества больше. В ходе расследования задержаны подозреваемые в создании пирамиды и два ее подельника. В их офисе проведен обыск. Изъяты все документы, оборудование, компьютеры и другие вещественные доказательства. В Алматы задержаны двое мужчин с наркотиками и пистолетом. Один из них пытался избавиться от свертка с наркотическим веществом, но не успел. Огнестрельное оружие было обнаружено при досмотре автомобиля задержанных. Молодые люди пояснили, что взяли его у знакомого на охоту. Только вот на кого они собирались охотиться в центре мегаполиса, не уточнили. В Жамбылской области в Песках-Ескара инспекторы лесного хозяйства задержали браконьеров. В ходе осмотра автомашины обнаружены два охотничьих ружья и туши двух особей Джейрана, занесенного в Красную книгу. Материалы дела переданы в полицию. По подсчетам специалистов, браконьеры нанесли ущерб почти на 7 миллионов тенге. С начала года по фактам незаконной охоты на диких животных в регионе уже возбуждено три уголовных дела. В Козлорде полицейские спасли 28-летнего мужчину от самоубийства. Они сняли его с колеса обозрения. После безуспешных переговоров стражи порядка поднялись к нему по лестнице и заставили спуститься. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Факты лжеэкспорта и лжетранзита выявили в Западно-Казахстанской области. На автомобильном пункте пропуска с Рыма отправитель не подтвердил экспорт груза. Хотя водитель фуры, следовавший из Алматы в Дагестан, предъявил товаросопроводительные документы. В другом случае установлено, что грузовик отклонился от заявленного в документах маршрута. Согласно им, автомобиль должен был проехать транзитом из России в Кыргызстан. А на деле груз незаконно осел в Казахстане.